Библейский портал экзегет.ру представляет противоборство, словесное, да, у него нет ничего, кроме слов, но этих слов он не жалеет, и царей этих обличает очень резко, и, казалось бы, в самые страшные дни, в дни войны с Павелонинами, да, там было несколько военных эпизодов, мы сейчас не рассматриваем эту историю, потому что книга выстроена не столько хронологически, сколько тематически, вот сейчас у нас 20-е главы, ранние 20-е главы, это конфликты Иеремии с элитой, конфликты Иеремии с правителями иудеем. И 23-е, она несколько обобщает, это уже не конкретные личности, а ситуация в целом. Горе пастуха, который губит, рассеивает овец моего стада, говорит Господь. Так говорит Господь, Бог Израиля пастырем, которые пасут мой народ. Ну, образ понятен, он универсален, руководитель народа, там, царь, священник, князь, правитель, он как пастух, который пасет стадо. Итак, вы рассеяли моих овец, разогнали их, не заботились о них. Теперь я покараю вас за ваше злодеяние, говорит Господь. Я соберу остаток моих овец из всех стран, куда я изгнал их, и верну их в родной обитель, где они будут плодиться и размножаться. Я поставлю над ними пастыри, которые будут пасти их, и не будут они больше бояться, не будут страшиться, не потеряются, говорит Господь. Ну, то есть, ситуация рассеяния, изгнание, но они соберутся. Настанут дни, говорит Господь, когда я возвышу потомка Давидова ветвь праведную. Вот в Евангелиях будут видеть как раз рассказ об этой праведной ветве, о потомке Давида, наследнике царского престола, который правит так, как нужно. И вот царица царь, будет он мудрый, будет вершить на земле справедливый суд. В дни его иудея спасется, Израиль будет жить безмятежно. Вот имя, которым звать его, станут Господь, оправдание наше. И оправдание, соответственно, то, что делает человека праведным, и в Новом Завете это действительно станет одной из основных тем, особенно у апостола Павла. Иеремий очень долго и подробно описывает, какая неправедная жизнь сейчас у этих людей, и он говорит о том, что придет некий царь, который сделает ее праведной. Вот почему это понимается как пророчество о Новом Завете. Настанут дни, говорит Господь, это уже было, но повторится еще раз. То есть, когда не будут уже говорить «Жив Господь, который вывел сынов Израиля из Египта», а будут говорить иначе. «Жив Господь, который вывел и привел потомков дома Израилева из земли северной, из всех стран, куда я изгнал их, и будут они жить на своей земле». То есть, возвращение иудеев-израильтян в родную землю будет более значительным, чем исход из Египта, который когда-то состоялся, но уже давно прошел. «Сокрушено мое сердце, дрожу я всем телом. Стал я словно пьяный, как человек, которого вино одолело перед лицом Господа из-за слова его святого». Что-то не очень приятно он описывает пророков самого себя в том числе, что он как пьяный, который уже ничего не соображает. Вот настолько это мощное воздействие на человека, на всю его сущность, этого слова Господнего, которое он несет людям и от которого он никак не может отказаться. «Земля полна прелюбодеев, из-за них земля рыдает, увяли пастбища степные, цели их злодейства, силы их несправедливы, и пророк и священник полны скверны». Вот он как пьяный, который не соображает, что говорит, но он соображает, что говорит, просто он не может сдержать этих обличений. «Даже в доме моем злодеяние их вижу, говорит Господь, потому их путь станет скользким, покроется тьмой, их погонят, они будут падать, ибо я беду пошлю в год кары, говорит Господь. «Видел я безумие пророков Самарии» — это северное царство, которое уже разрушено, и это пример того, что бывает. «Видел я безумие пророков Самарии именем Ваала, они вещали, народ мой Израиль с пути сбили. «Вижу я, и пророки Иерусалима творят ужасное, развратные они, живут неправдой, укрепляют руку злодеев, никто злых дел своих не оставляет. Для меня они все как Содом, жители столицы как Гаморра». Так говорит Господь воинство о пророках. «Накормлю их полынью, напою водой ядовитой, ибо из-за пророков Иерусалима осквернена земля». Полынь, ядовитая вода, что-то горькое, что-то несъедобное, что-то вредное, то, что человеку совершенно не хочется в себя принимать, это, конечно, образ каких-то бедствий, которые Бог насылает на них. «Так говорит Господь воинство, не внимайте словам пророков, всему, что они вещают. Говорят они вам ложь пустую, видение свое пересказывают, а не слова Господни». То есть, лжа пророки – те, кто говорят от себя, а не от Бога. «Твердят они безумолко тем, кто меня презирает, Господь сказал, что мир у вас будет. Тем, кто по упрямству сердца своего поступает, говорят они, не придут к вам беды». Ну, то есть, в чем отличие лжа пророка от подлинного пророка, если мы не владеем тайнами, если мы не знаем, что там Господь на самом деле кому сказал. Да очень просто, лжа пророк говорит то, что приятно слушать. Но кто стоял на совете Господнем, кто видел, кто слово его слышал, кто внимал его слову и слышал. То есть, для того, чтобы давать такие гарантии, надо быть членом какого-то совета при Боге. То есть, его близким каким-то министром, соправителем, советчиком, чего, конечно, об этих людях не скажешь. «Вот ураган Господень поднялся в ярости, ураган кружится на голову злодеев, он обрушится. Не утихнет гнев Господа, пока он не свершит, не исполнит замысел своего сердца. В дни грядущие вы это до конца поймете. Не посылал я пророков этих, сами они прибежали. Не говорил я с ними, сами они вещают. «Если бы на совете моем они стояли, то мои слова народу моему взвестили бы, отвратили бы его от пути злого, от злодейства». Вот хорошо бы они, правда, были на этом совете, но они фантазируют. «Неужели лишь поблизости Бог, говорит Господь, разве я не Бог вдали? И в каком же месте сможет человек укрыться, чтобы я его не видел, говорит Господь? Разве небо и земля не полны мною, говорит Господь?» Что имеется в виду поблизости Бог, а вдали нет? То есть такое отношение к нему, что вот там человек рядом со святыней в какой-то священной ситуации, он ощущает близость Бога и воспринимает его как Бога. А отошел, вышел из храма, пошел там, не знаю, на базар развлекаться. «Да нет там никакого Бога, Бог над этим не властен, не силен, живу как хочется». Можно так понять. А можно, наверное, как-нибудь еще, что Бог не только для Иудеи, Иерусалима Бог, Он Бог для всех земель. И то, что они удаляются в знания, не означает, что для Господа они больше никто. Это как раз означает, что они для Него настолько же важны. Можно и так это понять, еще, наверное, другими способами. Пророчества так устроены, что у них часто бывает больше одного конкретного значения. «Я слышал, что говорят пророки, которые вещают от моего имени ложь. Говорят они, видел, видел я сон. Да, Коля, есть ли разум у этих пророков, которые вещают ложь, вещают вымысла своего сердца? Думают они, что ради этих снов, которые они пересказывают друг другу, они заставят народ мой позабыть мое имя, как некогда отцы этого народа позабыли мое имя ради Ваала. «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон. А пророк, которому было мое слово, пусть изучает мое слово истинное». Казалось бы, ну и что, сон тоже может быть формой передачи этого слова. Пророческие сны – это есть в Ветхом Завете. Но здесь, очевидно, имеется в виду некая фантазия. Человек склонен своей фантазией, то, что ему привиделось, подумалось, почудилось, выдавать за некую волю Божью. Но есть некоторое слово Божие, которое действительно существует, которое действительно достойно того, чтобы его возвещать. Вот когда-то отцы позабыли имя Господа ради Ваала, языческого божества, а здесь – ради своих фантазий. Ну, в принципе, одно и то же. «Что общего у зерна и мекины?» – говорит Господь. Ну, зерно из той, чего хлеб пекут, мекины – то, что остается после обмолота шелуха. «Слово мое, как пламя, – говорит Господь, – как молот дробящий скалы. Иду я против пророков, – говорит Господь, – они слова мои воруют друг у друга». То есть цитаты, цитаты, и вырванные из контекста, неверно истолкованные. «Иду я против пророков, – говорит Господь языками, – они болтают и рекут, – вот его речи». Такие профессиональные пророки, которые говорят то, что люди хотят увидеть, цитируя при этом настоящие пророчества, но, по сути дела, пересказывают всего лишь свои сны, фантазии и пожелания. «Иду я против пророков, ищающих лживые сны, – говорит Господь. Рассказывают они сны, и дерзкой своей ложью водят мой народ в заблуждение. Я не посылал их, не давал им повеления, – никакой пользы не принесут они этому народу, – говорит Господь. И когда спросит тебя этот народ, пророк или священник, – какое пророчество послал Господь? Ответим, что так говорит Господь. Вы сами для себя пророчество, а вас я оставил. Вы сами для себя пророчество, ну, то есть в вас и есть источник того, что вы говорите. Если впредь пророк, священник, или кто из народа произнесет слово пророчество Господа, Я покараю того человека, его дом. Говорите друг другу, брат, брату, что ответил Господь, что придрёг Господь. О пророчестве же Господнем больше не вспоминайте, ибо для каждого из вас собственные слова стали пророчеством, а слова Бога живого, Господа воинства, слова Бога вашего вы извратили. То есть слово пророчество потеряло свой смысл. Сколько у нас таких стёршихся слов? Даже не буду перечислять. Наверное, многие знают слова, которые перестали что-либо обозначать, потому что люди их постоянно вставляют к месту и не к месту. А в том числе в языке благочестивых людей такое бывает, когда бесконечно какое-нибудь такое вроде хорошее, правильное изречение, высказывание, но его просто вставляют к месту и не к месту, как присказку, оно стирается. Вот с пророчеством случилось то же самое. Называйте это по-другому. Тебе ответил Господь, он придрёг это. Да, тогда хорошо. А если нет, то не говори никакого такого слова. Говори пророку так, что ответил себя Господь, что придрёг Господь. Если же вы произнесёте слово пророчеству Господа, так говорит Господь, за то, что произнесли вы эти слова пророчеству Господа, хотя я предупреждал вас, не говорите пророчеству Господа. Видите, он им десятки раз. В этом смысле текст иллюстрирует то, что говорит он. сам Господь уже начинает повторять, 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 и становится видно, как это слово начинает лишаться смысла от бесконечного повторения. За это я вас забуду, отрину вас и город сей, который я дал вам и вашим отцам. Я обреку вас на вечный позор, на вечные унижения, которые не забудутся. Ну и вот эта тема утраты ценности, вот эта тема того, как вроде бы изначально хорошее становится бессмысленным и бесполезным, продолжится в 24 главе. Продолжение следует...